Текущую эпидемиологическую ситуацию в городе обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На 8 декабря в Десногорске по данным ФМБА нарастающим итогом 1277 заболевших ковидом. Прирост за неделю 215 человек. Всего выздоровевших 842 человека. На 100 койках на нынешний момент лежит 87 пациентов, 3 человека в реанимации. Эта неделя была наиболее интенсивная в своей работе по стационару. По поручению губернатора Алексея Островского с прошлой недели в регионе идет выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Всего помощь получили уже 2000 смолян. Десногорские медикаменты доставляются при помощи волонтеров. Риск заболеть ковидом выше всего у людей в возрасте от 30 до 49 лет. Далее идет возрастной диапазон 50-64 года и старше. К группам риска с недавних пор относятся и дети, но у них заболевание проходит в легкой и непродолжительной форме. На сегодняшний день процент заболевших по школам учащихся действительно не так высок, составляет в среднем 10%. Также снижается процент заболевших педагогических работников и вспомогательного персонала по образовательным учреждениям. 8 декабря главным санитарным врачом Десногорска подготовлено постановление о запрете курения кальянов на территории города. Соблюдается ли постановление, будут проверять сотрудники полиции. Глава города Андрей Шубин вновь поручил правоохранительным органам уделять особое внимание заведениям общепита и соблюдению ими санитарных мер. Издаются постановления, выпускаются указы, кто-то их выполняет, а кто-то, соответственно, их игнорирует. К сожалению, обстановка, которая складывается на территории муниципалитета Смоленской области и в целом на территории Российской Федерации, она пока оптимизма не вызывает. Ранее глава региона внес изменения в действующий указ об особых эпидемиологических мерах на Смоленщине. Редакцией от 4 декабря запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий, в том числе проведение хороводов и викторин у новогодних елок.